Президент Белоруссии заявил, что местным жителям, а также гражданам России и Украины, стоит подумать о приобретении, цитата, за гроши участков в так называемых неперспективных селах, пишет агентство Белта. По его словам, это поможет сохранить и восстановить деревни, в противном случае они погибнут. При этом Лукашенко отметил, что с покупкой стоит поторопиться, потому что завтра, снова цитата, их уже не будет. О каких участках идет речь, говорит главный редактор белорусского портала onliner.by Андрей Гомоляев. В речи господина Лукашенко, как я понимаю, идет действительно про пустующие дома. Все такие предложения в нашей стране зафиксированы в едином реестре пустующих домов. В этом реестре можно найти и хутора, и вполне заселенные деревни. Все эти дома пустуют более двух лет. Не уверен, что многие устремятся там жить зимой, но на летний период деревни вполне могут оживать. Мы в Беларуси называем эти дома за одну базовую величину. Так и называем. В Беларуси сейчас базовая величина 40 белорусских рублей. Это 1100 российских приблизительно. Нужно понимать, что все эти дома продаются через аукционы. Это дома брошенные, то есть хозяева умерли. Документами все это время никто не занимался. Судом все эти дома признаны бесхозными и переданы местным сельсоветом в коммунальную собственность. Если внезапно обнаружатся какие-то наследники, решение суда не даст им претендовать на это имущество. Сначала оценщики выставляют эти дома за рыночную стоимость. Потом, если аукционы не состоятся, понижают цену. Самый выгодный вариант, очевидно, те самые дома за одну базу. Но, конечно, это будут домики в не самом лучшем состоянии. Если говорить про конечную сумму, очевидно, что одной базовой величины будет недостаточно. Надо будет заплатить за рекламу 5% аукциону, ну и плюс за оформление. Если в итоге посчитать финальную сумму, будет максимум 1000 белорусских рублей или 30 тысяч России. Еще стоит знать один нюанс. В Беларуси есть закон о необходимости построить дом за три года. Но он не будет действовать, если на участке стоит постройка. Если снести эту постройку, этот пустующий дом, и ничего не делать в течение трех года, под этот закон придется новому собственнику попасть. Главный редактор белорусского портала onliner.by Андрей Гомыряев. По словам Александра Лукашенко, предложение выгодное. Если многие возле города могут купить только 6 соток, то тут можно приобрести 40-50. Он также отметил, что Белоруссия стала, цитата, спокойным уголком для украинцев и россиян, и многие с удовольствием покупают стране землю. О том, насколько это перспективно в инвестиционном смысле, говорит член Совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев. Вопрос-то заключается в том, что предлагает господин Лукашенко россиянам, потому что покупать недвижимость в бесперспективных селах неинтересно, просто потому что там нет людей, которые хотели бы арендовать, например, эту недвижимость и жить там. Соответственно, вести сельское хозяйство и покупать землю без перспективных сел Белоруссии тоже вопрос, потому что действительно в России есть свои места, где можно заниматься сельским хозяйством, где это менее рискованно, чем Белоруссия. Но есть страновые риски, есть риски введения сельского хозяйства и так далее. То есть на самом деле предложение как бы хорошее, но с точки зрения продавца, с точки зрения покупателя, на мой взгляд, здесь инвестиционные какой-то перспективы не просматриваются, потому что если эти селы бесперспективные, значит они широкому кругу населения неинтересны. Они находятся не на каких-то там трассах, они не туристические и так далее. То есть у России такого добра достаточно. На мой взгляд, из такой инвестиции просто невозможно будет выйти, я лично не представляю. Тем более, что рынок Белоруссии, он своеобразен, скажем так. Он очень зарегулирован, в нем очень сильное влияние государство. Это влияние все усиливается и усиливается. Поэтому мне кажется, что идея не очень, так сказать, интересная. Член Совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев. По данным портала realt.by, в целом в начале 2024 года предложение по всем типам загородной недвижимости в Белоруссии выросло. Спрос тоже показал рост, но он не успевает за предложением. Что касается пустующих домов, то согласно данным Единого реестра имущества Белоруссии, наибольшее количество объектов предлагается в Гомельской и Брестской областях. Более 3600 на каждую. При этом самые дорогие по средней начальной стоимости продаж дома в Минской и Могилевской областях.